Более того, Вашингтон активизировал, притом существенное мероприятие по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады Соединенных Штатов. Размещен на территории государств-членов НАТО тактическое ядерное оружие, о котором говорил вчера, модернизируется ускоренными темпами. На авиабазах Европы размещено более 200 боеприпасов, ракеты и бомбы. На авиабазе Клейнеброгер, Бельгия 20 боеприпасов, Бюхель 20, Авиана Италия 60, Геди Италия 30, Инжелик Турция 50, Волкер, Нидерланды 20 единиц. Мы их посчитали до единиц. В прошлом году авиационные ядерные бомбы, содержавшиеся на авиабазе Волкер в Нидерландах, заменены на современнейшие боеприпасы, более мощные. Сейчас в планах осуществить модернизацию тактического ядерного оружия и в других странах. В перспективе не исключено размещение тактических ядерных боеприпасов на британской территории. Во второй половине года Белый дом планирует перебросить на передовую авиабазу Ляйкин-Хит в Великобритании многоцелевые истребители F-35, способные нести тактическое ядерное оружие. Но если не хотят эскалации и против применения ядерного оружия, зачем это все делается? Теперь пару слов о том, как Вашингтон продолжает наращивать ударно-наступательные возможности США в Европе. В декабре прошлого года на польской территории введены в эксплуатацию базы противоракетной обороны США. Возможность применять размещенные на ней крылатые ракеты «Тамахок», способные поражать цели на всю глубину территории Беларуси и европейской части до Урала Российской Федерации, расцениваем уже как реальную угрозу нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!